Приветствую вас, дорогие мои, на канале Креативные Вышивки. Сегодня я хочу с вами немножечко поговорить об СП Мир Боти Трэц. И это будет подготовка к данному проекту, как вы поняли из моего видео, из названия к этому видео. Под данным видео я составила, вы разверните, обязательно увидите это все своими глазами. Я подготовила списки, кто отправлял мне, кто будет участвовать в нашем с Алиной СП Мир Боти Трэц. Для чего эти списки нужны? Для того, чтобы вы смотрели и следили не только за моими проектами, а и за теми проектами тех девочек, о которых вы, возможно, не знаете, и которые только недавно, может быть, создали свой канал о вышивке и рукоделии. И чтобы я, в принципе, не забывала, для того, чтобы я могла прекрасно, как и вы, тоже перейти по ссылкам и посмотреть. Значит, я, как уже и сказала, буду участвовать вот с этим замечательным наборчиком. Для того, чтобы вам сейчас не отсвечивало, я вытащу и покажу вам одну глянцевую картинку без пакетика. Это рукодельный магазинчик. Я уже объясняла выбор данного домика в разрезе, потому что это очень плотно и тесно связано с вышивкой, с рукоделием. Все мы любим рукодельные магазины, я в том числе, хоть я не так часто в последнее время делаю покупки, но с огромным удовольствием буду всю эту прелесть вышивать. Когда я буду вышивать, я вам буду более близко показывать, что же там изображено. Я уже говорила, здесь и мулины, и пуговки, и ткани, и пяльцы, и нитки, и все, что связано с вышивкой плотно-плотно. И я думаю, что вот эта вот девушка, которая выбирает себе ткань и идет к прекрасной, замечательной хозяйке данного магазина, к бабушке, я думаю, что вот эта девушка, это каждая из нас с вами. То есть символизируется наш поход в такой прекрасный магазин. Я думаю, что каждый увидит эту девочку как бы с себя на ее месте, и каждый из вас, наверное, с удовольствием пофантазирует, что когда вы войдете именно в этот магазинчик, что же вы в нем приобретете. Значит, как я подготовилась к данному СП? Естественно, ниточки я не стала разбирать ни на какие другие органайзеры, ни на какие планшетки, меня замечательным образом устраивает вот то, как Бозит Ред сформирует это вот на такие планшеточки. Конечно же, если бы я купила себе органайзер пака, который и для ниток, и для иголок, то, естественно, ту пазмочку, которую я уже взъерошила, скажем так, я бы обязательно ее перевесила. Но пока я себе такой замечательной покупки не сделала, поэтому вешать обратно я буду именно вот сюда. Поэтому здесь у меня организация никак не поменялась. Дальше, что я сделала? Я разметила ту часть схемы, которая у меня идет без бэкстича. Ну, я не буду вам прям все листы показывать, я покажу на примере одного листика. Вот видно, как я проставила здесь циферки. Один, два, три, четыре, пять и так далее. По всей схеме схема, естественно, идет не на одном листе. Здесь листочков достаточно много. А то, что касается бэкстича, здесь я даже, видите, не открывала. У меня здесь такой книжечкой это все и находится. То есть бэкстич я буду вскрывать, когда я немножечко хоть что-то отошью и начну уже пользоваться этим. Далее, как я поработала и как я подготовилась, я разметила свою канву. Канва здесь идет бледно-голубого цвета. Знаете, такой холодный лед цвет, да? Ну, холодный-голубой, скажем так. Поэтому, вот вы можете наблюдать, разметку я сделала не просто обычным карандашом. Я сделала разметку карандашом прим и сделала его розовым цветом. Если вам видно, я думаю, что видно хорошо. Здесь я это поле размечать не буду. Мне очень понравилось вышивать без разметки. Я привыкла делать это только поля для того, чтобы не сбиваться. Я смотрю, при пересечении, да, здесь, допустим, там 3, здесь там 7, да. И вот на пересечении я знаю, что я в этой области вышиваю. И вот таким образом я буду это вышивать. То есть все поле я чертить не буду. Это не связано с тем, что не отстирываются маркеры. Это не связано с тем, что даже в одном из своих видео Алина сказала, что забарковала, скажем так, карандаш от прим. То, что нужно все-таки чертить им не жирно, аккуратно и какие-то следы могут оставаться. Это не связано с этим. Просто я действительно поняла, что мне разметка в сущности не нужна. И размечаю я только вот таким вот образом. Мне вполне этого достаточно для того, чтобы не заблудиться и не запутаться. Также в комплект входил вот такой вот пакетик, в котором находятся пуговки и бисер. Пуговки, они микроскопические. Они настолько малы, что я даже вам не могу сказать, это миллиметр на миллиметр, наверное, да. Но я не буду сейчас сильно на этом акцентировать внимание. Идут они разноцветные. И когда я уже буду отшивать определенные какие-то участки, я вам обязательно приложу на то место, покажу, где эти пуговки должны будут располагаться. А когда я уже постираю свою работу, я, естественно, данные пуговки пришью и уже в такой макросъемке вам буду это показывать. Ну, вот такой была моя подготовка. Да, раму я буду использовать свою вот эту маленького размера. Так, я еще, честно говоря, даже не примеряла, как это будет выглядеть. Будет ли это хорошо. Ну, в принципе, да, в самый раз. Поэтому, наверное, да, вот на данной раме я буду вышивать вот эту работу. А на большой раме я, наверное, уже сразу закреплю метрику для Алешеньки и буду ее потихонечку-постихонечку ваять. Потому что ребенку уже второй год, кстати, у нас был день рождения 30 декабря. А метрики еще нету, да, собственно. Поэтому вот я буду, скажем так, вышивать эти работы. Акцентироваться я, естественно, буду на Мир Боти Трэдс. А потихонечку, может, один-два дня в неделю я буду выделять на метрику. Я думаю, что вышлется она легко и быстро. Ну, вот такой вот была подготовка, мои дорогие, к СП Мир Боти Трэдс. Я надеюсь, что все, кто хотел участвовать, будут участвовать. Я надеюсь, что оставленные ссылки будут нам всем в помощь. И мы будем переходить на ваши каналы и будем видеть ваше видео. То, что вы не передумаете участвовать в таком замечательном сказочном проекте. На этом я буду с вами прощаться. Увидимся и услышимся в моих новых видео. Всем пока!